МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К великому счастью, отказных детей практически нет. У нас на протяжении пяти лет нет отказных детей. Здравствуйте. Начальник Апатитского отдела по опеке и попечительству Ольга Мещенкова говорит о том, что в Апатитском доме ребенка нет грудных детей, от которых отказались родители. А все потому, что таких малышей забирают сразу из роддома. И вообще отказников в последнее время стало очень мало, что не может не радовать. В Кировске и в Апатитах семьи даже выстроились в очередь для того, чтобы обрести радость отцовства и материнства. Только в семью эти люди хотят взять обязательно маленького ребятенка, не старше двух лет. У нас состоит сейчас три пары, которые прошли обучение, имеют заключение о возможности быть усыновителем. Но до сегодняшнего момента они не реализовали свою возможность устройства ребенка, потому что нет детей такого возраста. У нас пять пар стоит в очереди именно на новорожденного ребенка. Поскольку в прошлом году не было таких отказных детей, вот эта очередь и сформировалась. А вот дети постарше обретают приемных родителей гораздо реже. И чем взрослее ребенок, тем меньше у него шансов попасть в семью. Возможно, именно по этой причине и существуют у нас детские дома. Правда, сейчас эти учреждения получили другой статус и называются центрами помощи. В опеке говорят о том, что 34 подростка, которые живут в Апатитском центре, могли бы обрестить приемных родителей. Вот только желания воспитывать чужих, взрослеющих детей, пока немного. Причины понятны. Ведь подросток – это уже сформировавшаяся личность со своими взглядами на жизнь, своими проблемами, комплексами и огромным чувством недоверия к людям. Вот как решиться на то, чтобы взять на себя ответственность за такое дитя. А тут еще и переходный возраст. Тот самый непростой период жизни каждого человека. Зачастую опекуны и приемные родители не справляются с решением тех проблем, которые перед семьей возникают. Несмотря на то, что многие из них находятся на сопровождении, службы сопровождения замещающих семей. И все-таки я говорю о том, что там была вина только взрослых. Взрослых, которые не воспринимали ребенка таким, какой он есть. С его какими-то проблемами, с его неумением. Потому что те дети, которые очень длительно проживают в учреждениях, у них складывается вот этот вот комплекс замкнутости. И они в первое время чувствуют себя, ну, может быть, даже какими-то неустроенными в жизни. В наше время сироты сыты и одеты. Государство обеспечивает их всем необходимым. С ребятами занимаются педагоги, психологи. Но будь то детский дом или центр помощи, это все-таки бюджетное учреждение. Как его ни назови. Элементарных житейских навыков здесь не обрести. И не всем удается научиться жить в социуме, нести ответственность за себя и за кого-то еще. Они знают, что они будут накормлены, посуду они там не моют. У них сейчас есть персональные кухни, но, опять же, у них нет этой потребности, да, приготовить. У них нет потребности, что вот, а что я буду кушать завтра, да. Они обеспечены всем этим. Поэтому даже простые, житейские, бытовые такие моменты, они, конечно, важны для этих детей. Сейчас законодательство предлагает всевозможные варианты помощи сиротам. Существует, например, форма временной передачи. Это своего рода гостевое общение с опекунами. То есть ребенка можно взять, допустим, на летние каникулы и постараться найти с ним общий язык. И кто знает, вдруг вы настолько прикипите друг к другу, что расставаться уже и не захочется. Сейчас законодательством предусмотрена эта временная передача до шести месяцев. За этот период всегда есть возможность наладить контакты. Теперь, значит, предусмотрено законодательство, в котором, ну, никто не навязывает эти вопросы. Ведь можно просто навещать детей, можно быть волонтерами, можно быть общественной организацией, которая оказывает помощь конкретному ребенку. Органы опеки в этой самой временной передаче детей видят много плюсов. Ведь если ребенка взяли в семью на несколько месяцев, то он хотя бы знает, что каникулы закончатся, и он вернется обратно. Гораздо хуже, когда детей забирают как бы навсегда, а потом возвращают. Совсем недавно кировская семья оформила опеку на двух сирот, причем не подростков, а дошкольников. Прошло несколько месяцев, и ребята вернулись обратно в детский дом. В общем, не сложилось. Только представьте, какая это травма для детей, да и для самих опекунов тоже. Конечно, когда люди проходят обучение, они... Хотелось бы, чтобы они все получали такое заключение психолога, именно какие именно будут им даны рекомендации, какого бы ребенка вот именно данная конкретная семья могла бы взять. Сейчас, чтобы взять ребенка в семью, нужно пройти специальное обучение и получить соответствующий сертификат. Уже несколько лет и в Кировске и в Апатитах существуют специальные службы сопровождения. Педагоги, психологи много работают с потенциальными родителями, не бросают приемные семьи и после. Конечно, решить абсолютно все проблемы не по силам даже профессионалам. Уж больно тонкая эта материя взаимоотношения детей и взрослых. Но, тем не менее, специалисты стараются помогать и детям, и взрослым, как умеют. И с нетерпением ждут на свои занятия тех, кто считает, что уже созрел для воспитания чужих детей. Тех, кого уже однажды предали. Тех, кто в силу каких-то жизненных обстоятельствах остались сиротами. Контактные телефоны служб сопровождения на ваших экранах. Скажи привет! Прибь в камеру, скажи привет! Привет! Дорогие телезрители, мне очень хочется поделиться хорошими новостями. Недавно из Санкт-Петербургской клиники вернулась Варвара Петрикова. Та самая Варвара, о которой мы рассказывали еще в декабре и просили вас помочь собрать деньги на лечение. У малышки синдром Дауна и задержка речи. Немалые средства были нужны на повторный курс реабилитации. Эта история тронула очень многих. Мама девочки Марина рассказала, что ей не только переводили деньги на счет, но и подходили на улицы и предлагали помощь. Впрочем, своими эмоциями она поделится сама. Люди абсолютно чужие, помогали нам немаленькими суммами, могу сказать. Это дорогого стоит. Спасибо большое. Прямо душевно так. Я не верила на самом деле, что у нас в окружающем мире, в нашем маленьком городке, столько добрых отзывчек людей. Самое главное, что поездка пошла на пользу. Варя еще в клинике во время курса сказала первое слово. Правда, слово не «мама», а «ух ты». Но самое главное, что девочка постепенно учится слышать и правильно воспринимать то, что ей говорят. У меня у всех деток такие положительные результаты уже на втором курсе. Да, моя хорошая. Невролог нами очень доволен. Говорит, такая позитивная, жаждущая знания. Она такая интересная. Пророчила нам не только школу и вуз, и там пойдете дальше, говорит, с таким ребенком. Мне тоже хочется сказать спасибо каждому, кто помог Варваре и ее маме. Спасибо фонду помощи детям «Наше будущее» и Александру Петрову за то, что не бросают в трудную минуту таких деток, как Варя, и их родителей. Ведь именно такие люди, как Александр и его немногочисленные помощники, берут на себя всю бумажную волокиту, помогают искать пути выхода из трудной жизненной ситуации. И в завершении хочу сказать, что мы еще не раз попросим вас о помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Обязательно покажем ребят, которые сейчас проживают в Апатитском детском доме. Тех подрастающих мальчишек и девчонок, которые очень ждут своих будущих родителей и не стесняются об этом говорить. Я очень надеюсь, что с нами согласятся встретиться и приемные семьи, которые преодолели трудности, нашли общий язык с детьми и могут поделиться своим опытом. А пока это все. Пишите мне ВКонтакте, если вам нужна помощь или вы вдруг решили сами ее кому-то оказать. До встречи!